Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Попросили озвучить уже не раз, какие были занятия в Потеряевке. Это в открытым окном книга с 1 по 6 том. 123 занятия Игорь Барабаш записал. Итак. Успение. Когда кто-то умирает, то печатают некрологи. Высказываются болезнования. И это всегда так и во всем мире. Много надгробных надписей, эпитафий. Всегда сожаление, горечь тоски и расставание сквозит в воздухе. Есть и стихи, не посвященные на смерть матери. Необычность этого празднования как раз в том и заключается, что день смерти оказался лучше дня рождения. Когда премудрый Соломон 3 тысячи лет назад говорил эти слова, он думал только о горечи предстоящей жизни новорожденному. Экклезиат 7 глава. Доброе имя лучше дорогой мастер. И день смерти дня рождения. Доброе имя, по-моему, я хочу сказать. Доброе имя, которое на меня нападает, это только те, которые не знают. В печати, первые лица какие. Это все, которые рядом знают. Они ни одного слова поганого никогда не говорят. Никогда. Я был на конгрессе интеллигенции. Не просто какой-то, а там Жорез Алперов был и прочее. И вот на меня выступал один, первый секретарь КПРФ, Железнодорожного района Бобров, Геннадий Александрович. В суде. Ну, свидетель как бы. И вот суд, судья, он говорит, ваша честь. Этот человек, этот человек, он такой-то там, ему надо показать другой. А потом судья говорит, а когда вы познакомились? Да это конгресс интеллигенции был. И вдруг объявляют, я с ним не знался, ваша честь. Я первый раз его видел. Выходит в задрипанном пизжачке, в валенке с галошем. Я думаю, а этот, а зачем, среди очкастов, тут академики, профессора со всей страны съехались. Ваша честь. Ну, вот он заговорил, и я прошептал. Златоуст. А что-то можно было сказать. Поэтому враги все вы рано или поздно поймете. То, что здесь написано, вам это занятия идут. В лагерь в детском. Они стали известны во всем мире. Что такое успение-то? Понятие даже устроится на священном писании. И дальше. Мы, даже находясь в Новом Завете, думаем по ветхозаветному. Практически же и мы должны бы поздравляться смертью, а не с рождением сына. Реалии того мира нам далеки еще. Так жили первые христиане, и эту жизнь ставили ни во что. Просто как будто бы ее и нет. Дьявол делает все, чтобы истребить человека. Пьянкой, наркотиками, войной. Лишение жизни временной и вечной. Вот то наказание, каким Бог, кавычках, наградил Адама и его потомство. Бытие. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду бы ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Прозвучало это непонятное слово смерть. Адаму было дозволено пользоваться всем, кроме смерти. Сон и смерть идут на равных. Сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Видите как? А они говорят, уснул, выздоровеет. Нет, он сказал о смерти. И говорит, вот в вечерней молитве, говорит, вот смерть предстоит, вот гроб предлежит. Суда твоего боюсь, а грешить не перестань. Это вечерняя молитва. Мы ложимся, как в гроб. Ефесянам 5 глава. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебе Христос. Марк 5 глава. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. То есть, я не свои слова говорю. Вот которые священники, кто-то вам отвечает, ролики, они никогда по Библии не говорят. Он сказал, и все. То есть, они не ведут людей ни ко Христу, ни к Его Святому Слову. Все абсолютно. Все. Ну, может, единицы, только единицы, которые пришли из протестантов, те еще к Писанию обращаются. Для Бога воскресить легче, чем для нас возбудить человека. Вот у нас дети в лагере. Под ними, что ночью на горшок нужно. Тащи. Бей. Садишь на горшок. Мертвы совершенно. Как так могли воспитать? Сгорит и не встанет. Новое мертвое поколение. Страшно делается. Начало всему идет от знания. Дальше. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И сейчас сказал, идет все от знания. Вот доказательство. Дает знания, это первое. Дальше. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Подкаблучник. Адам это первый подкаблучник, хотя она была без каблуков еще. Придется. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Дальше. Экклезиаст. Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знания и радость. Вот как. А грешнику дает заботу собирать и скопить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим. И это суета и томление духа. Попробуй один раз с этого древа, попробуй один раз уколись иглой, наркотиком. Вся земля представляет сплошное кладбище. Нет кладбища только в Индонезии, там сжигают трупы, после того, как их съедают кондоры. Птицы, которые видят, где мертвец, так как для этого на крышах есть специальные площадки, где устанавливают столы с покойниками. А для привлечения птиц же зажигают дымную сырую солому, и хищники слетаются на тризму. Кости же сжигаются. Жизнь, Ева по-еврейски, Зоя греческая. Если б женщине в раю была жизнь, то как дошли до этой строки, екклезиасты? И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть. И сердце ее силки, и руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Ни один университет не вмещает ныне той мудрости, какой обладал Соломон. Обладая знаниями во всех областях, довольно был знакомый с областью психологии женской. Смерть самое страшное, что постигла человека в раю. Но Соломон, он же Едидия, первое второе царство. Такое ему имя было. Нашел еще более горше состояние души. Ни один... Да, что? Горше смерти женщина. Ни один гинеколог так не разбирался. Не сказал Бог Адаму, в день, в который вкусишь, получишь женщину. Значит, участь его была до смерти предрешена. Жизнь послужила к смерти. Мы не видим, чтобы Бог вообще разговаривал с Евой. Ни слова. Почему? Бог разговаривал с ней через посредничество Адама. В женщине нет обращения, потому что... Потому, чтобы она не заговорила в церкви. 68 раз в Новом Завете говорится братья, в виде обращения к мужчинам. И упоминается это в Слово в Новом Завете 144 раза. Я когда говорил, это никаких... Нет, я по симфонии это искал сам, пальцами собирал где-то. Ну, узнавать надо было. Слово сестра встречается только 20 раз. А в виде обращения к ней не разум. Только в одном месте апостол Павел, в скобках Апфи, дает знать, кто же она такая. Филимон. И Апфи, сестре возлюбленной, и архипос подвижнику нашему, и домашней твоей церкви. То есть нигде нельзя говорить братья и сестры, вот и патриарх, и вот сектанты все говорят нигде. Слово братья, обращение братья, а сестер вообще не упоминает. А братья и сестры нет обращения. У Златоуста на 12 томов ни разу. Ни у Василия Великого, ни у кого нету. Неужели непонятно, что это? И в Библии этого нету. Во всей Библии ни одного обращения к ним нету. Даже вот это и то не могут понять, как будто слепые. И ни разу нет обращения к сестры. Бог Адаму сказал, не вкушай. Но когда змей говорит с Евой, то она добавляет слово, и не прикасайся. Откуда она взяла это слово? Очевидно, что когда Адам показывал ей рай, вводил, ознакомил со всем хозяйством, то Ева со свойственным любопытством женским, быть может, протянула руку к дереву познания добра и зла. Что если нельзя вкушать, то потрогать можно, наверное. Но нашел я, что горше в смерти женщина, потому что она сеет и сердце, и силки, и руки ее оковы. Добрый предбоген спасется от нее, а грешнику ловлен будет ею. Еще повторяю. Адам тут же ввел заградительную часть, даже не прикасайся. Седьмая глава Коринстана первая. А хочу вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Вот откуда не касайся. Этот запрет апостол Павел переносит теперь на саму женщину, как будто она сама стала с этим запретным деревом, питав то первое непослушание и распространяя злой смерть, как будто Адам видел некое напряжение, поражающее соприкосновение. «Бог не назвал меня небесным, но Адам, то есть земной». По-русски слово «человек» можно понимать как «чело направлено в вечность». Человек. У Алексея Толстого в его гиперболуида инженера Гарина его помощница названа Зоей, по-гречески Зоя, по-еврейски Ева. Это, быть может, понимал Толстой, возвращаясь к истокам жизни и к повторению всего заново. Так на всех распятиях написано только одно имя Ника, что значит «победитель». Это то же, что Никита, Виктор, Никон. То есть перевод одинаковый, в трех, три имени. «Помнить надобно, как себя вести людям с этими именами, чтобы побеждать всюду зло, свои худые наклонности». Помню Никита это. Слово «смерть», «умереть», «убить», «умертвить» в Библии произносится 1535 раз. Это я все рукой считал. Тогда не было поисковика, который составил Тимофей Ха. Вот сколько же я время потратил на одну эту цифру? Как это? Смертельный, смертоносный, еще звучит со всех страниц и эпизодов Священного Писания. Этим Бог пугает, удерживает нас от скоропереходящего стремления к злу. И как гимн смерти. Сираха 41 глава. «О смерть, как горькое воспоминание тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. О смерть, отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпение. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью. Итак, для чего ты отрещаешься от того, что благоугодно всемышнему? Десять ли, сто ли или тысячи лет. В Ваде нет исследований о времени жизни. Вот так. Лев Толстой понимал, что он умрет, но он пережил уже своих сверстников и думал, неужели смерть не сделает для него исключения? Хотя бы для льва. Мы даже не знаем о странностях великих людей. Все 320 миллиардов клеток человеческого организма несут или приговор к смерти, при том, не подлежащие никакой апелляции. Иоанн Златоуст говорит, что дьявол поздравидовал человеку. Причина. Примудрая Соломона. Но завистью дьявола спошлась в мир смерть. И испытывать ее принадлежащие куделы. Я сказал, дьявол, смерть, зависть, пожалуйста, докажи. Вот, пожалуйста, все, вопрос снятый. Сброшенные с небес ангелы, а сколько их было, никто не знает, может быть, тысяч миллиардов. И каждый из них имел свою обитель. Как квартира или комната. У Василия Нова была на небе показана обитель. По размерам больше, чем город Царьград. Вот это обитель. Есть такое мнение, что спасенных будет столько, чтобы точно компенсировать число освободившихся обителей на земле. На небе. На небе. Где жили падшие ангелы. У нас освободились квартиры, их оттуда выгнали и выселили. Смерть берет свое и приравнивает. В гробу растут, говорят, ногти и волосы. Если был человек черным при жизни, он после смерти начинает сереть. Если был белый, тоже начинает сереть. Различие уходит. Остается братство по братской могиле. То есть черный, негр, православный. И все. Так как-то поехали. Ну а там он православный, зарубежная церковь, Христофор. И негр. И такие же негры. А приехал русский, а у них человек-то сереть начинает, покойник. И они все испугались. И вот так вот выглядывают из-за него и сфотографировали. Он говорит, не бойтесь. Они только внешне, говорят, такие разные. А внутри они такие же черные, как мы. Умереть. Умереть ведь в Библии встречается еще около 500 раз. Вся Библия переполнена запахом смерти, формалина. Пытались узнать состав Вселенной и исследовать на химический состав. Он оказался очень близок к составу формалина. Этого я не видел, говорю то, что прочитал. За что купил, за то и продаю. В симфонии реквеема. И когда заканчивается Библия, написано, что смерти уже не будет. И смерть, и ад брошены в озеро огненное. Вся история есть борьба Бога с дьяволом. А Бог есть жизнь. То есть борьба жизни со смертью. Победа над смертью, это победа над дьяволом. Евреям 2.14 А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смерти лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Иоанн Златоуст говорит, что дьявол взял трезубец, дева, древа смерти, и поразил род человеческий. Христос вырвал этот трезубец и поразил врага. Там Ева, здесь Богоматерь. Там древо познания добра и зла, у нас же древо креста. Там смерть Адама, а здесь Христос, в нем все живают. 1 Коринфянам. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Доказательства. Слово воскресения в Ветхом Завете встречается только восемь раз в Третьей Езре. И воскрешу мертвых от местных, и из гробов выведу их, потому что я познал имя мое в Израиле. Мертвых, где найдешь, запечатлев, передай гробу, и я дам тебе первое место в моем воскресении. 2 Коринфянам. Был же при всем последнем издыхании, сказал, ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскрешает нас. Воскресит. Воскресит нас, умерших за его законы для жизни вечной. Будучи близок к смерти, он так говорил, умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизни. Это говорит гонителю. Сделав же сбор по числу мужей, до двух тысяч здрав серебра он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне напрасно было бы молиться за мертвых. Вот почему православные молятся о мертвых? Ссылка на это место. Ни один из святых отцов не дает толкования на третьи езры, но звучит очень уж похоже на заветном духе. Плакали по смерти Иакова, Стефана, Иоанна Крестителя. У египтян плащ продолжался 70 дней познатым людям. Если бы не исчез ужас смерти, то не было бы и празднования успения. Хотя и праздник был на десятый, но не во всей полноте, и церковь это отметила, ибо все равно, ибо не все разрешено вкушать в этот день. Как бы ни жил человек, но дорогого человека нет, и церковь то учла. Учла. Если родился Христос, то в пятницу, или будет 7 января, или в среду, все равно все разрешается вкушать. Все разрешается, все, мясо. Но если было бы воздвижение креста, или усекновение главы Иоанна Крестителя, то в любой день пост. Это еще ветхозаветное событие, и не было победы над смертью. Нет веры, страха Божия. Тогда твори, выдумывай, пробуй. В 129 раз увеличилось количество заболеваний венерических. Уже речь идет не о эпидемии, а о пандемии. О пандемии. О пандемии. Парнаул занесен в книгу Гиннесса. Книгу рекордов по количеству абортов несовершеннолетних. Некоторые даже не знали еще этого. Матфея, 22 глава. В тот день приступили к нему саддуки, которые говорят, что нет воскресенья. Саддуки не верили в продолжение жизни после этой жизни. Такое же состояние наступило и в церкви, крестовой. Епископы перестали верить. В воскресенье мертвых. 4 августа. Житие семи отроков в Ефеске. За 180 лет до этого неверия Бог допустил почить отрокам и потом воскресил их, чтобы наглядно могли убедиться, что есть все-таки воскресенье из мертвых. Интересно, из жития святых в Коран у мусульман только одно это событие попало. В Новом Завете слово «воскреснуть» встречается 140 раз. Были воскресшие люди в Ветхом Завете. 3 царство, 15 глава. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, смотри, сын твой жив. 4 царство. И говорил Елисей женщине, сына, который воскресил он, и сказал, встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет. 8 глава. К родственникам пришли и приветствуют, может быть, Христос воскрес. Откуда вы? Как откуда? С кладбища. Потом они умерли снова. Христос вывел до людей из ада. Конечно же есть о чем расспросить тех, кто был в аду. Лазарь был воскрешен, но первосвященники заботились только о том, чтобы кто не уверовал во Христа. Иоанн 12 глава. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Они и перед этим не остановятся. Не остановятся. По отношению меня, церковники, вот все, которые есть, они и перед этим стоят, духовно киллеры. Главное нападать вначале на Алтайского, Барнаульского митрополита Сергия Иванникова. И разговариваем по телефону. Он говорит, такое впечатление, что за люди. Они говорят, убить вас хотят. Это сразу понятно. То есть в этом ни обличении, ни подключают миссионерские отделы. Такая забота о нас. У вас архиерея нет. Бог дал нам свободу. Никуда он не делся. Если он бежал, как предатель или наемник, так это его вина, не моя. Все перевернулось. Раскол. Мы никакого раскола не делали. Раскол, когда куда-то отделяются. Мы не отделялись. Это вы так, все это, туман напускаете. В Бытие 2.21 впервые встречаем слово сон. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоть. Сон, я почему успение? А то уснуло, Божья Матерь. Сон есть про образ смерти. В молитвах на ночь говорится. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Суда твоего боюсь, а грешить не перестаю. Утром встаем, приветствуем друг друга, как воскресшие из гробов. По крайней мере, хотя бы один раз в сутки мы проповедуем и смерть, и воскресение из мертвых. Ев, 14 глава. Уходят воды из озера, и река истякает и высыхает. Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Чудо какое. Сравнение сна и смерти. Псалмопевец Давид, Псалмей 75. Крепкие сердцем стали добычей, уснули сном своим и не нашли все мужи с силы рук своих. Говорит о людях, которые напали на него, погибли, лежат, разметались. Так песнопение об убийстве Авеля, смерть матери Еви представляется сном. Ибо не было еще представления о конце жизни. Плыл туман, и ветер мчался над полями, чтобы убийцу брата крови запятнать, и встречала солнце жгучими лучами первую над сыном плачущую мать. Еремея 51 глава. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь. На кладбищах читаем. Спи, дорогой брат, незабвенная мама. Погромче читай. А в чем тогда разница между верующим и неверующим? Очень даже большая. Мы знаем, что кто-то разбудит, а они говорят, что так по недоумию. Ибо они верят, что вздрогнет земля когда-то, и прах вновь соберется, и тело станет голое, а не тленное, для славы или для позора. 1 Фессалоникийцам. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвый во Христе воскрес тот прежде. 1 Коринфянам 15 глава полностью вся посвящена воскресению из мертвых. И зазвучат Архангелевские трубы, и при последней трубе вдруг содрогнется земля, и умершие восстанут. Прообразовательно было показано языки Иерию 37 глава. На поле бескрайнем одни кости, 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 сухие, просушенные, дождями промощенные. Повторил слова. Дух, дохни. И тела уже. И тела у него. И не видал, чтобы кости стали телами. И теперь тела вдруг зашевелились, с оружием стоят, гремят. Израиль сегодня похож на это поле, и Россия, и другие государства. Но Дух Господень вдохнет, и Россия снова встанет. Не величие своего антихриста Петра, но величие святости. Быть может сбудется порочество оптинских старцев. Матфея 5 глава. Тогда, подобно будет царство небесное, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Задремали. Ослабление жизненных сил, болезни. И сон, смерть. Вот как толковать надо. Встали означает воскресли. Воскресли. В полночь время антихристово правления. Светильники все в сердце. Плакали при расставании со Стефаном, при его убийстве и при прощании с Павлом. Церковь не осуждает слез. Но это не должны быть слезы, отчаяния. Вторая маковесимая глава. Заставляет. Мало того. Мало что заставляет. У нас в армии были туркмены, таджики. И им давали сало свиной. Они его даже в руки не брали. А на руках бушлата. И сбрасывали на землю. Не задевать. А русские сразу же подбирали. Чего не взять? Свежее, такое вкусное. У наших детей нет ограничений ни в чем. Дай, дай, иначе из тебя сметут. Сожру. Левитам, 11 глава. Увещевает не есть свиное мясо. Дети не едят. Правитель стрелится. Ешь, говорю тебе. Я желаю тебе добра, чтобы в тебе были витамины, белки. Ах, не слушаешься? Тогда отрублю тебе голову. Не хочешь жареного сала? Тогда тебя будем жарить. И мать их увещевает быть верными. Не принимать этот знак ЕНН. Или знак антихриста. Это вторая Маковецка, седьмая глава. Сегодня, когда читаем, то на чьей стороне симпатии будут? Мать говорит о том, что не знает, как Бог сформировал их пальчики в ее утробе. Но Бог дал так за его святые и незыблемые законы. И отдайте эти пальцы. Пусть и вольно будет, но потом вы получите все их обратно. И они будут сиять славой вечной. Они посмеивались над правителем. А ныне ради такой махонькой жизнежки идут на все. Ни в чем и нигде не спротивляются. В школе дали тебе роль домового. И ты облачаешься. Готовы роль беса взять на себя. Это было такое. А теперь на молитвы падают дети в обморок. Да. Зарплаты не платят. Живут в проголодь. И вцепились в эту жалкую, такую неинтересную жизнь. Как будто тысячи лет собрались жить. Позор. В церкви не дозовешься. На занятия Евангелия послушать и то не идут. Кому это не нужно? Кого никогда нет на занятиях? Сырковного староста. Нонсенс. Не нуждается совсем в этом. И дома заняты работой. Дома. И дома заняты работой. Неужели свинья дороже твоей души? Чем же это кончится? Для виду еще дуется, а уже ничего нет. А стоит столько сбежать с глаз. Так и получится. И говорить о чем-то бесполезно. Как от удара молнии в гнилой пень. А если еще что-то белое, твердое. Более твердое. Более твердое. Более крепкое, чем смерть. Смерть самая твердая печать. При смерти Кеннеди было 120 свидетелей. И все они погибли, чтобы и молчали. Чтобы не разоблачить преступный заговор масонов. Вот интересно. Песть. Восьмая глава. Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Это любовь. Сравнение, конечно, шокирующее. Но лев из колена Иудина, Христос. И свое пришествие Господь сравнивает с приходом вора. Нам такое сравнение даже и в ум не придет. Иев не боялся с Богом говорить. Давай будем судиться. И я буду прав. Иногда приговор уже вынесен. Но человек повел себя нестандартно. Стал припоминать Богу свои добрые дела. И Бог переменил уже вынесенный приговор. Даже Богу припоминать свои дела можно. Вот чудо-то какое. Четвертое царство. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк. И сказал ему. Так говорит Господь. Сделай завещание для дома твоего. Ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене. И молился Господу, говоря. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно. Похвалиться. И с преданным тебе сердцем. Хвалиться. И дел угодный в очах твоих. Хвалиться. И заплакал Езекия сильно. И сказал Езекия Исаии. Какое знамение, что Господь исцелит меня. И что пойду я на третий день в дом Господень. Вот так. Вспомни, Господи, как я любил бедных. Распространял Слово Твое. Исцели же меня. Так еще хочется пожить. Безусловно, все будет только в вечности. А ныне Бог говорит и не наводит в виде изменения. Не наводит. То есть смерть не наводит. Он вступает в виде изменения. Покаялся. И когда, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помысл сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло предачами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым схотел облагодетельствовать его. И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот, я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого в пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству в слово своего сердца. Вот кто-то сказал, что в России будет царь, монарх. Господь говорит, отменяю это. Только за перестройку считается 120 миллионов аборта было. Что спрашивает-то? Государство убили. Как Бог не накажет? Зачем такой народ нужен? Ребенок лежит в люльке, так напоминающий гроб, и по рукам связан пеленами с мертными. И запах пеленок, запах тлена. В каждом крике ребенка его предсмертная мука расставания с этой временной жизнью. 5 мая житие святой Ирины. Больше всего людей обратилось именно через нее. Через проповедь Петра обратилось 2 и 3 тысячи человек, а через Ирину 150 тысяч. Она была усечена в воскресло и опять пошла на проповедь. Почему никто об этом не говорит? Да они не знают жития-то, попы, архиереи. Они не знают. Я еще раз говорю. У меня не было в жизни препятствий, о которых бы я сказал, нельзя перейти. Вот симфония, а у меня ее не было. Мне надо было знать наизусть. На неконической, вообще симфонии не было. Я заново считаю, начал составлять, и книгу выпустил, симфония на неконической книге. Считаю, лучшая в мире. Самая полная. Самая трудная для меня далась она. Еду, вот такие листы, какие большие, опять считается, вот такого размера. И они нужно 470 листов. Я их раскладываю, еду в электричке, на 4 сиденья-то. И вывожу, какое слово, в каком порядке, куда занести. Кто видел такое? Расскажите. Кто симфонию в одиночестве сделал на 19-е конических книг? Или другое? Ну, назовите. Мне есть чем похвалиться. Почему? Бог. Невыполнимое, невыносимое. Все сделано, книга издана. Ты могу показать симфонию вон там? Конечно. Потихоньку, потихоньку, быстренько. Что-то задремал. Ну-ка, вон она внизу. Симфония на житие. Это вытащи дверь. Синий крыль. Сейчас я покажу. Вместе симфония такой. Бери. Одну синюю, другую такую. Возьмите. Давай. Все. Вот оно. Симфония на житие святых. Смотрите. Симфония на житие святых. Барнаул. Считай, что здесь написано. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского РПЦЗ. По благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского Московской Патриархии. Вот так. Симфония указатель жития святых. Вот, пожалуйста, симфония составлена на 1673 жития. Вот и по как? Не как по библейски, а именно по тематике. Огонь, вода, мука, рука, человек, презрение. И где встречалось, какое житие, какого числа и краткое его содержание. А есть такая симфония? Нету впервые. Но это что-то стоит или нет? Православная. Вот симфония на неканонические книги. Вот она где. Считай, что тут написано. По благословению Преосвященной Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского. Симфония первый и наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лавкина. Данное издание выгодно отличается предыдущей своей полнотой. В 2,44 раза вполне самые полные неканонические и удобством пользования. Подготовлена с использованием компьютерных программ для выбора всех слов. То есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образу Вернегородской. То есть слова даются не подержа и формам, а все формы слова объединены в одну статью. Например, идти, ходить, шел или ад, ада, адом и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. Облегчает, легко искать. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы Даниила. Нигде не было ни разу, нигде. Молитва Монасии. Никогда нигде не было. И отсутствующие в Синодальной Библии стихи 36-й по 106-й из третьей книги Ездры. Даже в Синодальной полной Библии нету. Я это туда с Брюссельской занес. В седьмой главе. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях. Такие, как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Мелодикийский 59-60-й собор, Карфагенский 33-й собор, Апостольское 85-е правило, Афанасия праздника, стихи Регория Богослова и Амфилохия. Так, сколько здесь страниц? Посмотри, есть или нет? Есть. Сколько? Ну, примерно. Сейчас, подожди-ка. Вот оно, и вот теперь, как кратко содержание приклеено здесь. 405 страниц. Вот какого размера, это из неканонических книгей Верегардовской взяток. Как делать? Здесь был Напанаил Судников, без него бы это ничего не сделать. Он навел это все. И в каком порядке? В афавитном увеличении все абсолютно в возрастающей степени. Из всех 38 книг самое-самое трудное досталось. Как она ездана, посмотрите. Я показывал, видите, каптальщик какой у ней. Как она выглядит, как написано. Слова это все я оттуда скопировал. То есть вид, букв, размеры. Ну, какие препятствия? Книга сделана. Приехало библейское общество, я сразу подарил им 100 экземпляров. Нету. Лучшая книга, всем понял, за всю историю, какая была. Что за препятствия? Я сказал, да я хвалюсь. Хвалюсь прямо. Почему? Благодать Божьей. Человеку это нельзя сделать. Это невозможно. Там ее делали 20 человек 5 лет. Это 100. Ну, 20 умножено 5. А здесь сидел один. Ну, тут, правда, один из неканонических книг. Это больше, чем Новый Завет. Дальше. 28 января. Паладий. Убитого человека нашли перед его жилищем. След кровавый ведет к его дверям. Сплотили хозяина. Допрос. И сам же себя человек зарезал. Или что скажешь, что тебе его подбросили? Тогда Паладий обратился к мертвецу. Ну, скажи же, что я тебя не убивал. Мертвый вдруг открыл рот. И сказал, не он. Вот доказательства. Вот такой бы Паладий сегодня в уголовный розыск. И все эти Чикатило в один день выползли. Все мирские Михасевичи. А он 32 женщины задушил. Понятно. Молодой парень. Подвезти женщину. Садиться. Дальше увез. Задушил. Женщин душил. И чем? Платочек, что у нее есть. Не бояться. Ни одной мусульманки не задушил еще никто. Ни разу. Почему? Она не бывает. А нет. Табором. И бегом раз с одного дувала за другой забежали. Больше нигде нету. 6 июля. Сесой Великий. Приносит больных к нему, чтобы выздоровел болящий. Внесли мальчик по дороге в дороге умершего. Подошел к этому и говорит. Ты что ж тут? Иди домой. Тот встал и пошел. То есть положили где он есть. А он мальчик. А он не знает, что он мертв. А просто сказал. Че ты сидишь? Иди домой. А он встал и пошел. Он к мертвецу обратился. Даже не знал. Сесой даже и не знал, что это мертвый. Для нас труднее сонного поднять. Когда хотят такого человека прославить за его дело, он и не знает за что. Дальше. 9 июля Феодор Эдесский. У богатой женщины ушел муж и умерло последнее дитя. Обезумело. Несется с ним. Куда? Бежала с больным, а ребенок помер дорогой. Скорая помощь отсутствовала. Первая встречная женщина попалась. Идет из дома терпимости. Упала перед ней. Стала просить помолиться сына ее. Так, ты не знаешь ли, кого просишь? Я из-за себя не могу рта раскрыть. Нет, помолись. И дитя воскресло. Блудненство увидела. Пристала к ней, та стала молиться. А кого бог слышит? Все в человеке не от святости другого человека или от вещи, а от веры. Случай такой рассказывают. Уходили паломники из России, и один болящий просил принести хотя бы корочку от дуба мамврийского. Когда уже паломники подходили обратно пути к ту дому, и вдруг, и вспомнили о наказе, зашли в лес, и от местной липы отломили коры. Тот выпил заварки и выздоровел от дуба потеряюского, в кавычках, и метрофан охватил его веры. Рассказывают про буддистов, что также забыли зуб Будды принести, и возле дома вспомнили. Смотрят, вдохлая собака лежит. Отломили. Тот предложил к язве, и совершилось чудо. Выздоровел. Отдохлой собаки. Так что забыли еще прославить липу и собаку мироточивую. Исследователи показывают, что вера помогает победить болезнь, отчаяние. 29 декабря. Марк Пещерник. Откуда я знаю? Это данные-то ни один не приведет. Вы что думаете, Осипов приведет, или кто там? Я уж не беру других-то. Вот оно где. Вот труд. А тех, которые нападают, у них ничего нет. Умрете, и пустота будет. Вы после меня еще будете книги искать. Дальше. Попробуй подолби. Пришел к брату умершему, которому копал могилу и не успел. Брать его упрекает за медлительность. Будет вонять всю неделю. Он к нему и говорит, в видах сохранности тела, ты его бы потерпеть. И тот открыл глаза и так лежал, пока была могила приготовлена. Сохранность какая была. Холодильника не было. Четыре дня достаточны были для окончания работы. И чудо. Пришел к нему и доложил. Все, брат, могила твоя готова. Тот закрыл глаза и ушел на ответ. Мы не можем этого даже петуху сказать. Закололи и к вечеру уже протухло. 12 декабря. Спиридон Тремифунский. Дочь у него Ирина была и у кого-то взяла украшения. Святой. Видимо, настрой было у нее все же жить. История говорит, что внезапно скончалась девушка. Представим примерную картину. Соседка приходит. Ирка у меня брала мои сережки. А где они теперь? Подошел к гробу отец и спиридон. Ира, тут пришла Люська за украшениями. Где они? Встала и показала под подушку. Отец говорит, хорошо, ложись до общего воскресенья. Мы же ночью не можем разбудить ребятишек. Спроси ночью, где за оградой. Он ботинки бросил. И ни один не скажет. Еще был случай с спиридону такой. Умер один ребенок у матери. Мать от радости. Видя воскресшего, ребенка умерла. Ребенок остался сиротой. Стродик Абрямов, Афанасий Печерский. Умер. Братья стало плакать. Свет стоят и рыдает. Да кто нас теперь научит? От кого мы теперь услышим статкогласные речи? Духоносный отец ушел. Да хоть одно бы словечко, да самое главное. Зря ли любил ты нас, сеял нас добрые. Он открыл и говорит им. Главное хотите знать? Слушайтесь настоятеля игумена. Глаза закрыл и опять умер. Горды не отбросьте. Самостью не давитесь. Не высоко думайте о себе. Вот от монахи. Одного тоже умирал. И они хотели от него узнать. Но какое-то наставление есть. Он все молчал. Молчал и не говорил-то. Отче, ну мы знаем. Бог тебя любит. Ну скажи нам что-нибудь. Про нас что-нибудь открой. Как нам быть? Еще нет опять. Ну скажи, отче. Мы так хотим знать. Поэтому все вы свиньи и помер. 23 апреля. Георгий Победоносец. Воскресил одного. Враги уже после этого захватили этого воскресшего. Живущего вторую жизнь. И убили. День успения Божьей Матери, отмечаемый 28 августа по новому стилю, говорит, что смерти нет. Об этом Владимир Соловьев писал так. Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь в солнце любви. А так? Сущевский писал. Все в жизни неверно. И смерть лишь одна. Верна. Неизменно верна. Она не забудет. Придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец. И жизненной сказке конец. Мы знаем, что после всех победителей победит наш Господь Христос. Победитель смерти и ада. Вот они там говорят, что вы говорите интересно. Я никогда не думаю. У меня нет никакого образования. Но я беру все, что есть. Тогда, да знаете, он берет мирских. Да разве это можно верующим убрать? Ну хорошо сказал. Почему не взять? Я и про Будду сказал здесь. И другое. Это они привязываются. Ну потому что вы зациклены. И вас учили. Вы получали там какие-то отметки. Я не учился. Поэтому много учился сам. И поэтому беру, что есть. Это мое стихотворение. Оно на музыку положено. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны. Для последнего страшного дела. Я наказываю всем. Тело мое не обмывать. Похоронить меня в моих стоптанных сапогах. В тюремной робе. Не могу ее найти нигде. Я предстану в другом состоянии. Со мной на грудь заламинированное Евангелие. И чтобы на кресте всегда Евангелие висело. Новый завет. Мой наказ. Сорок дней по мытарствам идти. Двадцать разных таможен не схожих. Там дотошный допрос. Будут бить, колотить, строить черные адские рожи. Столько рыл перепончатых крыл. Скрешет злоба бесовской постылой. Обо всем испытания. Что ел и что пил. Как, почем. Небеса не коптил ли? Мой язык. Если к правде привык. Ну а если неправда найдется. И замыслимый. Не любил ли кривых. От рождения и до погоста. За развратные мысли по числам. По часам и минутам припомнят. Вверил в жертву Христа. Или был атеистом. Жил не венчано. Или законно. Теперь я отвечаю. Погодите судить. Я не умер еще. Судят недруги. Лают нахально. Перед вами живыми. Давать мне счет. Перед страшной дорогой дальней. Это я сегодня ко всем обращаюсь. Если вы мне простите грехи. Истребите долги. И сожжете. Вам на память оставлю гнилые мехи. Вот это вот. Проводите их с малым почетом. Схороните меня в собагах. В моей робе тюремной. В заплатах. В них прошел я чечню коробах. Всех мирил со Христом. Не за плату. Поддержите молитвы. Мой путь не окончен. Враг плотную насядет окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтеи. Из тысячи ружей. Вот это тема об успении. Что такое сон. Я прямо даю завещание. Если есть такие стихотворения, знаете, чтобы было все. Ну покажите в мировой поэзии. Я говорю стихотворения. Нет, даже стихотворения назвать нельзя. Но тут все сказано. Богу нашему слава. Субтитры сделал DimaTorzok